Вылазки РДК и Легиона Свободорость в Белгородскую область показали, граница РФ и дырявая, как решето. РДК вперед! Что ты скажешь? Ну, что сказать, границы ключ переломлен пополам, и дедушка Путин совсем кусок. Скоро, наверное, превратится в липовый мед. Кремль поспешно отправил отбивать территорию России паркетного генерала Лапина. Вперед, парни! За Родину! После успешного рейда легионы РДК ушли из Белгородской области сами. Им на смену пришла регулярная армия РФ. Часто задается вопрос о том, есть ли сейчас противник на территории Белгородской области. Уважаемые друзья, все сложные события максимально быстро пытаемся довести информацию до вас. Понимаем, что жителям Белгородской области, жителям приграничных территорий крайне тяжело. Сегодня противника на территории Белгородской области нет. И похоже, лучше бы солдаты российской армии сюда не приходили совсем. Вот такие комментарии оставили жители сел, куда пришли эти защитники русского мира. Мы живем в селе Новая Тавалджанка. Сегодня, 14 июня, мы первый раз поехали посмотреть, что с домами. Два дома взломаны, одна дверь ломом, разбиты окна. Все вещи перевернуты, искали мелкие драгоценные вещи. Часть из них украдена. В одном из домов присутствуют акты вандализма, разбиты телевизоры, вспорота мебель. В доме явно живут солдаты. Во дворе обнаружили двора неукраденных велосипедов у других соседей. Русские вояки обворовывают свое же население, которое по логике должны защищать. Они живут в наших домах, ведут безобразный образ жизни. Алкоголь и прочее остается в виде мусора и грязи. Загажены туалеты и дома. Воруются личные вещи и имущество. Из нашего гаража был украден квадроцикл, который теперь часто видят в округах Новой Тавалджанки. Русская армия все время существования, можно даже еще и с 19 века взять, постоянно только и занималась, что и на своей территории, и на захваченной территории занималась грабежами. Насиловали женщин, грабили дома, занимались беспробудным пьянством, что невозможно дальше было продолжать наступление. И все это, как говорится, впитано в венах русской армии. Поэтому они занимались, продолжают дело, продолжают дело, начатое еще своими дедами. Журналистам даже удалось связаться с местной жительницей. Она подтвердила факты мародерства. Города было. Мародерство. Защищать мы пытаемся защищать, но не могу вам, честно, ничего сказать. Мы уехали с этого города, живем с соседями. Как там происходит, как на самом деле защищают наши квартиры, да? Этого я вам точно сказать не могу. Вроде бы все налаживается, но мародерств было очень много по городу. Магазины, квартиры на свете. Они не придерживаются никаких моральных норм, никаких законов. Не то, что законов, ну, международных законов, а просто законов человечности. Скоро мирные жители России начнут объединяться в силы самообороны для того, чтобы защитить себя от мародеров в погонах и с оружием. Под недовольными комментариями белгородцев про мародерство армии РФ Щебекина и в ближайших селах неизвестные начали писать, что таким образом обворованные жители якобы дают наводку украинским военным. По каким домам с российскими солдатами теперь стрелять? Такая она, загадочная русская душа. Мародерят россияне у россиян, а виноваты украинцы.